Я готов. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы с вами поговорим о втором разделе книги Баметбар. Раздел этот называется «Носок». И в этом разделе вообще есть много чего. Начнем с того, что этот раздел самый длинный в тоне. Он содержит 176 пасуков, вот стихов. Ну, в порядке, я не знаю, таких арифметических игр, которые были приняты при комментировании Тора в раншие времена. Значит, в самом длинном перике из всей книги Ктувим, Писаний, самая длинная главка из всех Писаний, это 119-й Псалом. И он содержит 176 пасуков. И самый длинный трактат Талмуда, по объему самый большой, называется «Баба Батра», в нем 176 листов. У меня нет комментариев к цифре 176, просто такая вот забавная арифметическая игра. Между прочим, специалистов по комментированию Тора в раншие времена, во времена эпохи, так сказать, еще Мишни и Талмуда, называли «сфорим». Между прочим, это не только от слова «сфор» – книга, но это еще и от слова «считать» – счет. И связано это было с тем, что они знали счет всем буквам Тора, каковых, между прочим, где-то чуть больше 300 тысяч. И вот они по счету букв там делали некоторые выводы. Ну, это все было в порядке предисловия, теперь по делу. Итак, раздел НАСО, седьмой перег книги Бамидбар и было. Значит, седьмой перег посвящен тому, что главы колен Израиля, Насиим, приносили свои жертвы, свои приближения, свои пожертвования при начале работы Мишкана. Значит, вот построен Мишкан, начинается его работа. И приближения глав колен отличаются очень интересным качеством. Ну, сначала главы колен обеспечили семьи левитов транспортными средствами. Семьи Коэмов транспортными средствами. Они пожертвовали 12 быков упряжных. Ну, в те времена бык – это было не только животное для мяса или для чего-то еще. Это было упряжное животное, которое на быках пахали, на быках ездили и так далее. Сильное, мощное животное. Так вот, они главы колен Израиля числом 12 пожертвовали 12 упряжных быков и 6 повозок для того, чтобы на них возить конструкцию Мишкана. Там столбы, занавесы и прочее все. А потом они подумали и решили еще что-то пожертвовать. И пожертвовали они вот что. Значит, когда они решили жертвовать, то Всевышний сказал только одно. Пускай один день один на си приносит жертву. То есть не все сразу принесут. А вот в первый день от колена Иуды, во второй день от колена Руэна и так далее, и так далее, и так далее, 12 дней, 12 глав колен, сделайте свои приношения. И было приближающий в день первый жертву свою Нахшон бена Минадав, колено Иуда. Носи колено Иуда. И жертва его. Блюдо серебра одно. 30 и 100 вес его. Ну, единица веса – это шекель. Да, от слова мешкаль, взвешивание. Значит, единица веса – это шекель. Значит, серебряное блюдо весом 130 шекелей. Значит, размер Танохического шекеля по разным мнениям бывает разный. Некоторые говорят порядка 15 грамм, 18 грамм, 22 грамм. В общем, 130 шекелей – это соответствующее количество серебра, интересующихся посылают в Википедию. Значит, жертва его блюда серебра одно – мезрак. Мезрак – это такой сосуд, в который собиралась кровь жертвенного животного. И поскольку эта кровь должна была быть вылита там в разные места, этой кровью совершаются какие-то крапления, потом она выливается, и важно, чтобы она не успела свернуться. Потому что если кровь свернется и уже нельзя ее нормально вылить, вот она уже как бы не свежая, свернувшаяся, тогда жертвоприношение считается недействительным. Все надо начинать сначала. И поэтому мезрак – это был такой сосуд, который по форме напоминал, если кто видел, в советской стране на пожарных счетах висели специальные ведра для пожара. С коническим низом. То есть вот ведро, у которого снизу не плоское дно, а такой конус, чтобы его нельзя было поставить. Вот на пожаре, где надо бежать с ведром с водой, там выливать, снова бежать за водой и так далее, это ведро вполне годится. А утащить его для дома, для семьи, для хозяйства совершенно бессмысленно, оно не будет. Так вот, примерно по такому же принципу был устроен мезрак для сбора крови. Это был конический сосуд, который можно было только держать в руках. Поставить его нельзя. И поэтому от момента шхиты, вот как зарезали животное, собрали кровь в этот сосуд, и дальше этот сосуд все время в руках у коэнов до тех пор, пока не будут совершены все кропления, и остаток крови не выльдет куда положено. Считалось, что когда сосуд поставили, просто вот оставили, во-первых, могут про него забыть, пройдет какое-то время, кровь свернется, а во-вторых, до тех пор, пока сосуд постоянно в руках, постоянно в движении, то есть как бы взбалтывается и так далее, кровь свернуться не может. Поэтому вот такой специальный сосуд для сбора крови мезрак. Один, тоже серебряный, 70 шекелей по шекелю выделенности. Вот этим самым шекелем определяется. Оба наполнены, в общем, наши мудрецы говорят, что вот этот вот оборот, оба наполнены, означает, что они одинаково наполнены тонкой мукой, замешанной в масле для мучного приношения. То есть и в мезраке, и на блюде находится одинаковое количество муки. Оно здесь не оговорено, но вот сколько-то важно, что одинаково. Так, дальше ложка одна, 10 золотых, полное воскурение. Значит, пускай нас не смущает цифра 10, нам совершенно ясно, что это 10 шекелей. И отсюда, кстати, еще раз подтверждается, что шекель – это не денежная единица, и это просто какая-то единица веса. И в первом и втором случае это вес серебра, а для ложки это вес золота. Вот ложка весом там, ну, грубо говоря, 200 грамм золота, полное воскурением. То есть кторот – то, что специальная смесь для воскурения в храм. Так, я прошу прощения, у кого-то зря... Да, да, я выключил, все нормально. Дальше несколько жертвенных животных. Бык один, сын быка, то есть теленок. Баран один, ягненок один. Вот эти вот три животных для жертвы всесожжения. Козел один для хатат, для искупительной жертвы за наши ошибки. И для зарезания шламим. То есть это зарезание, которое предназначено для всеобщего пира. Два быка, пять баранов, пять козлов и ягнят годовалых пять. Это жертва Накшона Бенамина-Дам. Значит, я не буду вас утомлять, я только скажу, что вот этот вот весь седьмой перик, седьмая главка Бамидбара представляет из себя 12-кратное повторение вот этого вот текста, который мы с вами только что посмотрели. И единственное, что там меняется, это номер дня, день первый, день второй и так далее, 12-го. И, соответственно, имя главы колена будет другое. Все остальное абсолютно то же самое. И вот такое повторение, пожалуй, единственный раз встречающееся во всей Торе, оно таки требует какого-то объяснения. Потому что, смотрите, даже там, где Тора повторяет дважды, скажем, обычно Всевышний обращался к Аврааму по имени Авраам, то-то, то-то, то-то. А в каком-то месте он к нему обращается Авраам, Авраам, дважды повторяет имя. И то это важно, и это несет определенный смысл, и надо это объяснить. А тут мы видим не двойное повторение, а двенадцатикратное. При том, что мы говорили, что каждая буква в Торе имеет смысл, и ни одной буквы нет, ни лишней, ни недостающей. И вот двенадцать раз все одно и то же. Блюдо серебра одно, мезрак один, ложка один и какое-то количество жертвеных животных. Двенадцатикратное повторение. Значит, существует масса объяснений, то есть наши мудрецы решили, что раз так, раз Тора повторяет двенадцать раз, то этому надо дать двенадцать различных объяснений, почему сделаны двенадцать повторений. И дальше каждый может выбирать то объяснение, которое ему больше по вкусу. Но мне больше всего нравится объяснение следующее, что каждый глава колена на самом деле принес в мешкам то, что он считал нужным принести. Что они не сговаривались. И тот, кто приносил в третий день, не подглядывал на то, что принесли во второй и в первый. Что каждый из них делал это по собственному желанию, по собственному усмотрению. И то, что все приношения оказались удивительно одинаковыми. Ну, я могу привести еще один пример такой удивительной одинаковости, когда египетский царь Птолемей потребовал, чтобы еврейские мудрецы перевели ему Тору с иврита на греческий. И для того, чтобы иметь очень хороший перевод, Птолемей отобрал 70 мудрецов, посадил их каждого в одиночную камеру и вот сидите каждый в одиночку переводите. И когда сверили эти 70 переводов, оказалось, что они идентичны с точностью до буквы. Это некое вот такое чудо септуагинты, чудо семидесяти толковников. Так вот, здесь то же самое оказалось, чудо двенадцати насиим, двенадцати глав колен, что показывает, что перед тем, как отправиться в пустыню, перед тем, как приступить к исполнению главной национальной задачи, перенести Тору из Синая в Эрицисраэль, туда, где она может быть реализована, где можно построить общество, соответствующее замыслу Творца, построить национальное еврейское государство. Так вот, перед началом этого движения Израиль был един абсолютно. Все главы колен, сказать, вот не было, как это сейчас можно говорить, раскол элит, да? Вот не было у нас раскол элит, и все главы колен четко совершенно одинаково представляли себе свои задачи на своем месте. Это одно. Ну, а другое, если кому-то больше нравится, смотрите, одинаковость текста или одинаковость вот этих приношений, это вовсе не значит, что они действительно одинаковы. Пример. Представьте себе новобрачных под хупой. Вот стоят жених и невеста, они еще не муж и жена, они жених и невеста. Они стоят под хупой и, честно говоря, их трясет. Это совершенно потрясающее нервное напряжение. Это такое событие в жизни человека, которое вот особенное событие. И вот представьте себе, а там, если вы не присутствовали при таком деле в роли жениха, в роли невесты или в роли зрителя, то я вам скажу, что там есть такой момент, вот кульминационный момент, когда жених вручает невесте кольцо и говорит, вот ты посвящаешься этим кольцом мне в жену по закону Маше и Израиля. И это вот кульминация события. Одевают невесте кольцо и она становится, ну там есть еще всякие разные действия. Но вот это вот самый такой центр обряда. Так вот, представьте себе, что кто-то подходит к жениху и говорит, парень, да успокойся ты. В мире уже десятки миллионов раз произносилась эта фраза. И ты будешь там 25 миллионов первый, кто произнесет, даже, наверное, больше, кто произнесет эту фразу. Ну что такое, ну скажешь и скажешь, и все вот так. Вы чувствуете всю фальшивость подобного предложения, да? Это может быть 20-ти миллионный или 30-ти миллионный раз. Но этот жених для этой невесты эту фразу произносит единственный раз. И то, что он в это вкладывает и как он ее произносит, не имеет никакого отношения к многим миллионам предыдущих случаев. Это его случай. Здесь то же самое. То, что десятый глава колена скажет то же самое и принесет то же самое, что и первый, это абсолютно ничего не значит. Он это сделает со своей кованой, со своей направленностью. Хорошо. Теперь давайте смотреть. Блюдо, мезрак и ложка. И на самом деле эти три предмета – это три символа работы коэнов в мешкане. Когда человек приходит в мешкан, то первое, что он делает на входе, вот он пришел в храм, в мешкан, в походный храм, уже в каменный храм, это не важно. И вот он приносит мучное приношение и кладет его на блюдо. Есть специальное блюдо для мучных приношений. Это может быть мука, смешанная с маслом, это может быть там разные всякие варианты. Смотри книгу «Воикра», не важно. Но это первый этап. Дальше, когда приносится жертва, зарезается там овечка или что-то еще, то кровь собирается в мезрак. И последнее действие, которое делает коэн, это делает воскурение. Берет определенную дозу смеси кторок для благовонного воскурения и на золотом жертвеннике его воскуривает. То есть и то, и другое – это работа коэна. А теперь давайте посмотрим вес 130 шекелей, вес 70 шекелей, вес 10 шекелей. И поверьте мне на слово, что 130, 70 и 10 – это убывающая арифметическая последовательность. И для того, чтобы понять, что эта арифметическая последовательность означает, мы вспомним, что 10 в нашей символике – это полнота. И, скажем, 10 причений, 10 заповедей, 10 мужчин для Миньяна, ну и много еще чего связано с числом 10. В любом случае это полнота. То есть можно себе представить, что 130, 70 и 10 – это просто десятикратно увеличенная последовательность 13, 7, 1. 13, 7, 1 – убывающая арифметическая последовательность. И для того, чтобы понять, что же она означает, давайте поговорим про чертову дюжину по-еврейски. Что такое 13 в нашей символике? И для того, чтобы это понять, потому что вообще говоря, у христианских народов число 13 называлось чертову дюжину. Вот дюжина – это замечательное число 12, все прекрасно, да? А вот 12 плюс 1 – это чертову дюжину. Почему? Смотрите. В предыдущем разделе книги Бамидбар Всевышний говорит. А я, Всевышний, вот, взял левитов из среды сынов Истраэля вместо всякого первенца, открывающего рехем. Рехем – это женская матка, половой орган. Из сынов Истраэля и будут мне левиты. И напомним, что на самом деле колен Израиля не 12, а колен Израиля 13, потому что Йосеф стал родоначальником двух колен – Эфраима и Минаша. А вот землю в Эриц Истраэль делят на 12 наделов. Почему? Потому что колено Леви надела в Израиле не получает. Оно не привязано к земле. Всевышний надел колено Леви. Оно особенно, оно работает для контакта со Всевышним. Оно, колено Леви, занимается обслуживанием мешкан храма. Семья Аарона, которая часть колена Леви, занимается непосредственно службой мешканья, а все остальные левиты, каждый при своем деле. Так вот, получается, что у нас 12 совершенно таких нормальных колен, которые укоренены в земле, которые связаны с нашим материальным миром, и одно колено, которое является как бы вот такой вот связью нашей со Всевышним. Их задача обеспечить связь со Всевышним. Колено Леви. Так вот, понятие чертова дюжина у христиан связано на самом деле с тем, что христиане не имеют прямого контакта со Всевышним. От слова совсем. И я могу привести примеры, связанные, скажем, с организацией христианской церкви. Вот только при посредстве специальных каких-то людей, которые называются священники, епископы, архиепископы, кардиналы, и бог знает, как они там еще называются, только они могут осуществить некий контакт со Всевышним. Сам человек не может не отпеть покойника, не организовать свадьбу, не принять младенца и, так сказать, ввести его в религиозную общину. Значит, все это должен делать специальный вот там священник, который обеспечит себя. У еврейского народа не так. Еврейский народ имеет контакт со Всевышним. Даже в отсутствии храма мы вполне, каждый имеет право молиться, имеет право организовать молитву, имеет право обрезать своего сына, ну, если умеет это делать. Это, в общем, надо уметь делать. Можно позвать специалиста, но специалист просто, он, так сказать, больше специалист в области конкретного действия такого хирургического. Но нет никаких запретов к тому, чтобы отец не мог сделать обрезание своему рожденному ребенку. Значит, и прочее, и прочее, и прочее. Все действия мы можем производить сами, и 13-е наше колено в те времена было специально устроено для связи непосредственно со Всевышним. Другие народы такой связи, причем связи двусторонней, не имели. И отсутствие вот этой связи вызывало у них страх. Страх перед чертовой дюжиной. А для нас это не страх. Но этого мало. Число 13. Теперь мы отправимся в область гематрии, да, продолжим наши арифметические изыскания. Так вот, и на Всевышнего Ют Хэй Ваф Хэй, непроизносимое имя Творца, имеет гематрию, то есть числовое значение 26. Ют – это 10, Хэй – 5, еще раз 5, и Ваф – это 6. Итого 26 или дважды 13. А если посмотреть еще на два слова. Слово Эхад – 1, гематрия 13. Алиф – 1, хэт – 8, далет – 4, да, гематрия 13. И другое слово, агава, любовь, тоже гематрия 13. 1, 5, 2, 5. Да, гематрия 13. Так вот, говорят наши мудрецы, что имя Творца 26 делится на дважды 13. Одно 13 – это он единый, и второе 13 – это наша любовь к нему. И эти дважды 13 дают 26. А теперь вернемся к нашей убывающей арифметической прогрессии. 13, как мы только что сказали, наше положение в мире, а вот основание этой прогрессии 6. А что такое 6 в еврейской символике? Значит, смотрите, у материального мира, ну, мы привыкли, из школьной геометрии, 3 оси, да, x, y, z. Так вот, в еврейской символике каждая ось воспринимается как два измерения. То есть по любой оси можно идти слева направо или справа направо, да. Таким образом, 3 мировые оси, да, это 6 направлений. То есть 6 – это символ некой материальности, вот 6 направлений материального мира. Итак, если мы из 13, из нашего положения в мире еврейского, вычитаем материальность, то остается 7. И мы оказываемся в мире Алла-Абба, в мире, который весь суббота для жизни вечной, в мире шаббата, в следующем мире. А если, уже находясь на ступеньке следующего мира, мы еще раз вычитаем всю материальность, которая в нем есть, то мы получаем один. Мы приходим к цели всех целей, мы приходим к нашему единому. И чтобы у вас не было сомнений в какой-то, ну, если хотите, обоснованности данного толкования. Смотрите, и блюдо 130 шекелей серебра, и мезрак 70 шекелей серебра сделаны из серебра. Серебро кэсов на иврите. Так вот, серебро в еврейской символике – это средство, ну, не зря по-русски говорят, есть средство, в смысле, есть деньги, да? Вот. Это средство для достижения чего-то. А вот золото – это цель. Серебро – средство, золото – цель. И вот, двигаясь от 13 через 7 к единице, мы доходим до цели всех целей, до единого. Ну, вот такое толкование, приношение на силу. Спасибо за внимание. И какие есть вопросы? Господа, дам сегодня нету. Одна была убежала, к сожалению. По этой очень интересной теме приношения на СИИМ, которые, как было сказано, удивительный факт, что они все были совершенно одинаковые. Попытка понять этот сложный факт. У кого-то есть вопросы? Ну, хорошо, народ обдумывает поедем. Окей. Мы готовы всегда отвечать на вопросы в письменном виде. И остается только напомнить, что для подготовки к такому драшу я, как всегда, использую вот такую вот книгу. Белое издание Тора. Остаются буквально считанные комплекты, которые можно получить, приобрести. Спасибо за внимание. Окей. Когда, не теряя время, мы перейдем к еще одному аспекту нашей недельной главы. Вот я хотел перед вами попытаться объяснить, как это делает Ханан Парад. Такую очень, мне кажется, сложную историю. А история Назарея, которая на иврите называется Назир. Человек, который как бы себя дает некоторый зарок и, в общем, исключает из своей жизни вещи, которые являются как бы признаками удовольства, радостями жизни. Китая вина, ношение волос. И как-то по тексту Торы, в общем, совсем непонятно, каким образом Торы к этому относятся. Если мы проследим текстуально, это то, что я хочу сделать. В общем, видно, что отношения мудрецов неоднозначны к этой теме. И вот с этого мы начнем. Есть прямо противоположные мнения. А вся статья, она тоже странно заглавлена. Ханан Парад ее ознаглавил Назир и Наркиз. То есть вот Назарея, человек, который дал обет Назарейства. И кроме этого Наркиз. Наркиз известный нам из греческой мифологии. Человек, который как бы... Сам на себя любуется. Какая связь между двумя вещами, этими двумя как бы образами. И каким образом это сопоставить. Итак, сначала, может быть, даже по-русски переведу самую первую часть шестой главы, которая говорит именно про Назарея или Назира. Я сразу буду переводить по-русски для того, чтобы возвести в курс дела. И говорил Господь Мушет так. Говорится нам, израиль, скажи, есть мужчина или женщина, заречет за рог Назарея, Назира, то бишь, посвятить себя в Назарея Господу, то пина, то вина слиха и пьянящего сторониться должен, уксуса винного и уксуса пьянящего не пить, никакого настой винограда не пить, винограда сверхсухого не есть. То есть все, что связано как бы с возможностью опьянения и, во всяком случае, перехода в какое-то некоторое веселое состояние. Во все дни своего Назарея ничего, что делается в длинные лозы, да, зерен, да, есть не должен. И второй отличительный признак. Во все дни за рог его Назарея битвенный нож не пойдет по его голове. До исполнения дней, насколько дал обет Назарея, дальше-дальше напястно свят будет, вот как бы положительный, да, вектор. Расти будет свободно головной волос его. Во все дни своего Назареяства Господа к умершему не подойдет. Тоже как-то, по-видимому, параметр, который говорит о некотором особом статусе, да. И даже из-за отца своего и матери, своего, брата, своей, сестры, своей, чистоты своей не нарушат из них при смерти, ибо венец Бога на его голове. То есть, ну, явно, как бы положительно, да. Во все дни своего Назареяства свят он будет Господу, да. А дальше, пропуская пару пустыков, вот интересно, чем все это кончается. На восьмой день принесет двух горлиц и двух молодых голубей священнослужителей ко входу в шатер собрания и приготовит служителя одного из них в очистительную жертву и одного в свяжении, и искупит его от того, чем согрешил из-за умершего. И вот эта вот фраза, она сейчас будет обсуждаться, потому что она непонятная, да. На иврите звучит так. Вот это вот какая-то копора, которую он делает по поводу некоторого хета. И тогда непонятно, почему все это действие называется хетом, да. И копора. Копора – это только искупление. Если речь идет о возвышении, причем тут копора. Окей. Кроме того, написано хет аля нефеш. И тоже не очень понятно, о каком нефеше говорит. Это его душа, либо душа кого-то другого. Непонятно, да. Да. И еще хочу сказать такую штуку, тоже вот интересно. В самом начале по-русски это пропадает, а на иврите это очень интересно. Сказано. А дальше странное слово. Говорит сынам Израиля, скажи им, есть мужчина и женщина. По-русски написано «изречо». А вот на иврите написано так. Ки ифла линдор. Вот ифла – слово пэле. То есть если он сделает некоторую удивительную вещь, либо странную вещь, не вещь исключительную, то это слово пэле нам тоже придется как-то понять, что это непонятно. Окей. Это такая вводная была. Теперь давайте посмотрим дальше, что на эту тему говорили мудрецы. Итак, в Масахе Таанид разделились мнения двух мудрецов. Раби Лезер, в Раби Лезер Акапар. Я думаю, я правильно произношу. Итак, что говорит Таня? Таня говорит, Раби Лезер Акапар, в Раби, со слов Раби говорит, что сказал Талмуд по поводу Бхапэра Аллаф Маашер Хата Альна Альнефиш. И вот то, что он искупит, искупит от того, что согрешил. Непонятно. О каком Нефиш идет речь? Ее задают вопрос. Викибе Эйзе Нефиш Хатазе. О какой душе, по отношению к какой душе был согрешен грех? Да? И вот Раби Лезер говорит, Элэши Цээра Цмоми Наяйн. А, он себя огорчал по поводу вина, из-за того, что не пил вина. И дальше говорит, а кроме того, есть еще Кальвахомеш, значит, Кальвахомеш, это простая логика, от простого к сложному. И как по отношению к тому, который себя огорчал только по поводу вина, Некра Хотэ, и он называется Хотэ, тот, который совершил грех, грешущий, так, по-русски. А Мецэра Цмоми Кольдавар, Аль Хахат Камовы Кама, а тот, который вообще от всего отказывается, ну, так понятно, Аль Хахат Камовы Кама, так это тем более очевидно понятно, он еще больше грешит. А с другой стороны, Рабелесов, другой Рабелесов говорит, не Кракадош, нет, он называется святой, почему? Потому что сказано, Кадошиек доль пересеарушо, почему? Потому что сказано в пятом стихе, секунду, пятый стих, во все дни назарейства его, бритвенный нож не пройдет по его голове, до исполнения дней, насколько дал обет назарейства Господу, свят будет, вот, Кадош, он святой, да, ума зэши ло цэйра цмо эла ми эйдавар эхат, ну, и симметрично повторяет, ну, и понятно, что если святым, называется тот, который себя как бы огорчал, да, или измурял, если так можно сказать, ну, все-таки, огорчал, по поводу одной вещи, то есть отказа от вина, и всего, что с ним связано, он не Кракадош, он называется святым, а ми цэйра цмо ми кольдавар, тот, который огорчает себя от всего, то есть отказывается от всех удовольствий в жизни, а лиха, кама вы кама, ну, так понятно, тогда он еще больше должен быть святым, вот совершенно два различных мнения, да, и как бы непонятные, теперь по поводу вводной части, у вас есть какие-то вопросы, желательно, что такое, как бы вместе диалог, да, я что-то такое сообщаю, пытаюсь как бы с вами понять, а вы как бы тоже мне помогаете в этом разобраться, окей, продвигаемся дальше, будет вопрос, и пожалуйста, перебивайте меня, будем обсуждать вместе, чтобы не было одним только монологом, а вот интересно очень, что говорит Рамбам, Рамбам в Йелхоте Деот, да, он утверждает, утверждает, как тот, который говорил первый, да, Рабелеза Ракапа, который относился отрицательно ко всему имению Назарейства, и он говорит, смею Марадам, скажет человек, оил векина, ве таава, ве аквоз, ве иеце баин, дирэх Рам, муцин, это адам минаолан, и ферушь миэн, би יותר маян, веетер хэн, веетер хэк, веетер хэк, ад шилу йухал басар, ве ло ёшти яйн, ве ло исай ша, ве ло ёшев, ве гиран аа, ве ло ёлбаш, малбуш, наа, Он очень отрицательно говорит, в свободном русском перескайзере говорится, человек может бояться о том, что его удовольствие этого мира, они его сведут с ума, сведут с ума, и он подастся как бы наслаждением этого мира и пойдет по плохой дорожке. И тогда он что будет делать? Он будет отказываться. И продолжает Рамбам говорить, ну, начнет с вина. Откажется от всего. Откажется от того, чтобы выходить жениться, откажется от того, чтобы заводить детей, откажется от того, чтобы жить в нормальном доме. Кончится тем, что он наденет на себя вретища, сак, сядет посередине дороги, ничего не будет делать. И он говорит, и это что? Это похоже, как пишет Рамбам. То есть, речь идет про христианских отшельников, которые удаляются от жизни. И он говорит, и это тоже дорога плохая. И неправильно запрещено идти по ней. И тот, который идет по этой дороге. То есть, вот так себя устраняет из этого мира. Он называется хотэ. Он называется грех. Тот, который совершает грех. И говорит, и дальше. И поэтому говорит, продолжает дальше Рамбам. И говорит, поэтому Хохамим постановили, что правильно, чтобы человек, он не накладывал в себя дополнительные устражения, да, или отстранял себя от каких-то удовольствий в жизни. Сверх того, что Асра Тура, которая уже запретила Тура, да, и не накладывал на себя обеты, ограничения и так дальше по поводу тех, как бы, вещей, которые Турой разрешены. Питье вина не запрещено Турой, да. И так сказали мудрецы, что тебе не хватает того, что запретила Тура, так ты что, тебе не хватает того, что тебе запретила Тура, и ты должен запрещать себе другие вещи? Но, вот другая, мы знаем подход Рамбама, тем не менее, где он, как бы, казалось бы, противоречит вот той тезе, которая была озвучена до сих пор. А именно, известно, как бы, подход Рамбама, как он предлагает действовать человеку, который, как бы, начинает искривлять свой путь. Ханан Парата заглавит этот параграф так. Эхме яшин дворима кумин. Как выравнивают двери согнутые вещи? Ну, исходя из физики, мы знаем, есть и есть некоторая согнутая вещь. Правильно? Проволока, что-то и так дальше, да? Как ее надо исправить? Ее надо исправить таким образом, что вы ее изгибаете в другую сторону, и, как бы, приблизительно настолько же, насколько была исправлена ту сторону, в которую войти исправили. И тогда, путем исправления в другую сторону, как бы, загиба, вещь становится более-менее прямая, да? И поэтому известный подход, как бы, Рамбама, который говорит, что возможно и даже правильно человеку брать на себе анетер, да? Если он чувствует, что у него есть какая-то проблематика. Например, человек, который склонен к обжорству. Есть среди нас такие люди, которые склонны к обжорству. Что им правильно сделать? Им правильно какое-то время сесть на диету, говоря, как бы, в выражениях нашего времени. Вот он сядет на диету, придет в себя, сбросит некоторый вес, будет заниматься спортом, потом может постепенно вернуться опять на среднюю дорогу, не возвращаясь к обжорству, которое было. И точно так же с яйном, точно так же, как бы, с вином, человек, который слишком много пьет, да, любит алкогольные напитки, пятое-десятое, вот ему правильно какое-то время не пить, да? И тогда, тогда он, через какое-то время, у него пропадет это неприятное пристрастие, и он вернется на нормальный путь, да? И окей. И тогда он называет все вот это вот, как бы, наложение на себя запретов, да, с целью исправления. Он считает, что это правильно, и говорит, кулам дэра хавудал и шэмен. Это все запреты, которые исполняются для того, чтобы исправить самого себя, да, и они, как бы, служат высокой цели, они оправданы. Но мы видим, что получается некоторый сложный подход. Гиша, Муркевич, Рамбамба, Яхаснанадарим. Ну, Рамбамба – неоднозначный подход к теме Ладарим обетов, да? Да, то есть в том случае, что когда человек должен каким-то образом исправить те неправильные черты характера, которые у него есть, да, медотума, сильный глукалин и неправильные, как бы, поступки, беэмцаут и трахут лэксатошени. Это вот тогда с помощью того, что он несколько отстраняется в другую сторону, да? И тогда, как говорит Рамбам, известно, шеякзорны дэрхэмцаид. Тогда он возвращается на некоторый средний путь. И тогда это все нормально, да? Окей, хорошо, мы поняли, что есть как бы вот такой неоднозначный подход, который, по-видимому, по-видимому, находит свое выражение, слиха. И вот текстуально то, что я в самом начале объяснял, некоторые слова, которые непонятны. С одной стороны, кадош, с другой стороны, хотэ, грешит, тот, который грешит, грешит, лэхапэр, а именно, как бы, копора. Человек должен каким-то образом приносить, как бы, искупление. И вообще, в самом начале сказано, вы и бле, то есть, сделает какую-то странную вещь, пэла. Не очень понятно. Дальше приводится вот интересный пример, который связан, как бы, с наркисом. И вот это уже, мне кажется, очень интересное развитие. Пожалуйста, сейчас, как бы, проследите за моей мыслью. Окей. Пишет Ханан Парад. Вообще-то, правильно отметить, что вот эти вот слова Рамбама про назерут, назарейство или взятие на себя дополнительных обетов, кетруфа, в качестве некоторого, как бы, лекарства, скажем так, для исправления черт характера, это, по-видимому, написано по следам некоторой истории, которая называется, по отношению к тому, шая лэми некоторого человека, шая мидгареби йофьё, который он, как бы, гордился своей красотой. И вот источник этого в очень интересном, как бы, потрясающем рассказе в Масахете Нодарим, в трактате Нодарим, да, про человека, который называется Назирем Нодаром. Вот такой Назир Назарей, знаменитая, известная история Назира Назаре с юга страны, да, и так дальше. Рассказывает эту историю про этого Назира, да, рассказывает Шимон Ацадик, что к нему пришел молодой человек, который потрясающе был, выглядел потрясающей внешностью, был поразительно красив. Пам-эхат, ба-адам-эхат, Назир Минодаром. Однажды пришел ко мне человек, которого впоследствии назвали, которого звали, может быть, уже Назир Минодаром. Вот этот Назарей, человек, который взял обеты, с юга, в рейти в шиу яфэ и найм. Я видел, что он красавец. Тоф, эрои, век в усатав зборо, тлоны талталин. И он, у него красивый внешний вид, и у него такие вьющиеся волосы, талталин. Он ему сказал, говорит ему, сын мой, зачем ты хочешь испортить свой вид? Зачем ты хочешь, ла-ашхит, уничтожить свои замечательные волосы? Тогда он ему говорит вот такой потрясающий рассказ, кстати говоря, очень перекликающийся на известную историю с греческой мифологией про нарцисса. Он мне сказал, я был пастухом у своего отца в моем городе. И вот я пошел начерпать воду из источника. И я посмотрел, тут как бы буа, буа, это пузырь. Но он имеется в виду, что он посмотрел как бы на свое отражение. И дальше говорит, что как бы во мне набросился на меня Ецер. То есть как бы дурное желание. То, что его как бы, ну, дурное желание, Ецер. И этот Ецер, он, ну, это такие как бы имфемизмы. Он хотел вывести меня из мира. То есть хотел свести меня с ума. То есть, грубо говоря, он, как бы этот Ецер, он подталкивал меня к тому, чтобы влюбиться в мое отражение. А Мартило, Раша. И я ему сказал, Раша, злодей. Вот интересно дальше, очень интересно развитие событий. И это будет нам вектор для понимания, какого смысла. Я ему сказал, Раша, злодей. Почему ты, в смысле Ецера, почему ты гордишься миром или как бы произведениями или либо существами, которые тебе не принадлежат? То, что в будущем в мире, то, что в дальнейшем, да, или в будущем, да, оно станет, станет прахом земным. Либо в выражении Талмуда, Рима, Ветала, это могильный червь, да. И тогда говорит дальше Раби Шимон, со слов которого приводится рассказ, «Мия таматывани шапки нарушо». Я моментально услышал этот рассказ, встал и поцеловал его в голос. А Мартило сказал ему, «Вот такие, как ты, Назарей, да увеличатся они в Израиле». Это про тебя, про тебя. Сказано, «Ишки ефле линдор недор назир ла». Это то, что сказано. Человек, который изречет за рог Назарея. Опять слово «яфле». Вот «яфле» здесь, оно на месте стоит, понимаете? Окей, дальше. Пишет Ханан Парад. Вот перед нами некоторая литературная история, которая приводится в Масухи Тнадарим, которая, по поводу, по отношению к которой, вот имеет смысл дать три примечания важных. Первое. То, чего боится Назир Минадаро, это не только то, что Ецарара, он уведет его в сторону Масим Раим, в сторону дурных склонностей побуждений, да? Он даже не только это, а его больше как бы смущает в его глазах то, что он, в принципе, его тащит, тащит его в сторону, то, что Майвит называется «Итаавут Ацмит» «Самовлюбленности». «Амэвия» для эгоцентрии, которая приводит его к эгоцентризму, либо к эгоизму. «Вэлэгаава» и к самовозлюбленности. «Кэдэрэк Шамадгиша Назир Ацмок». Это то, что говорит сам Назир. «Лаамата Амидгаэ Була Амшино Шилхар». «Зачем ты?» То есть, есть, каким образом ты Мидгаэ, каким образом ты гордишься как бы миром или произведениями, которые не твои. То есть, не ты их создал. Второе примечание. «Адэрэхлы Шахверми Малкоды Дзумат Хилабетцем Пни Атоширы Назир Эль Ицро Кельдаваром Эдми Хуцелов». Это очень интересно. Способ, каким образом Назир пытается освободиться от этого из-под пут властей, скажите, как угодно, вот этого Ецарара, таким образом, что он его с самого начала выставляет в качестве некоторой внешней силы, которая не имманентна ему. Шамихуцело, он ему говорит, «Раша лаамата Амидгаэ», он ему говорит, «Злодей, чему ты гордишься?» Ай, но как будто говорит, «Эйнеха эла коахи цуни», «Ты всего лишь внешняя сила». ты пытаешься навязать мне навязать мне лхпо талай, левгобы маути, чтобы я, ну не то чтобы задел, а за то, чтобы я выступил против моего существа, настоящего, заставляя меня влюбиться, влюбиться, или пойти за моим Ецаром и влюбиться в то изображение, которое я вижу. и говорит, что подобным образом комментировал раби Симха Медвинск в книге Меши Хохма выражение, которое сказано про Назира, это вот очень интересно, 13 стих, как я уже говорил в этом отрывке про Назаре, очень есть несколько мест, которые русские переводы сглаживают, но когда вы читаете на иврите, то вы видите, что это вещи, которые невозможно понять по прямому смыслу, а именно сказано, и вот учение о Назаре, день исполнения не его Назареса, направится к обходу в шатер собрания его. И дальше на иврите написано вот как. Очень странное слово. ОТО приведет его. Значит, в русский перевод говорит, что он придет как бы сам, но непонятно, такое впечатление, ЕВИ ОТО, то есть как будто он кого-то тащит, кого-то внешнего тащит, его, да? Понятно, что РАШИ, РАШИ, по прямому смыслу. Он пишет, ИВИ ОТО, это ЦМО, да? То есть приведет его, кого его? Самого СЕБЯ. ЭЛОЧИ СИГНОНЬЁЦЕ ДОФЭН ЗЭМУРАТ МИЯ. Но, вот такое из ряда, вон выходящее, непонятное написание, оно вызывает изумление. БЫТИЛОНИТА НАЯЛИХТО БЫПШУТО, а что тогда надо было, тогда, по-видимому, надо было написать по-простому, ЯВОЛЬ ПЕТАХО ВОЛЬМОЭД, он придет в ОЕЛЬМОЭД, а не принесет его. А теперь дальше говорится, АКОН ЕГО О. А это очень сочетается с тем, что мы говорили о том, что вот этот вот ЕЦЕРАРА, да, САМОВОЗЛЮБЛЕННОСТИ, и так дальше, это можно представить себе, как некоторая внешняя сила, неимманентная человеку. Именно его приводит человек, принося искупительную жертву за свое назарейство. Дальше, МЕВАЭР ЭАМЕШХОХМА, и дальше, РАФ СИМХА из Двинска, да, в книге МЕШХОХМА продолжает, ЭМАТАЯМИСТАЯМИТА НАЗИРУТВААДАМШАФЛЕШЛЕМУТО. А теперь давайте посмотрим, когда заканчивается назарейство, ну, то есть, вот обет Назира, ВЕАДАМШАФЛЕШЛЕМУТО, и человек возвращается, как бы, к той полноте жизни, которая была до этого. КЩЕ КОХОТ ЯЦРО ЛО КЩЕ КОХОТ ЯЦРО ЛО ЮХЛУ ШОЛЭЛЬ ВЫУ МИСТАКЕЛЬ АЛИНЕЙЦРО КЭЭТ МИФАЛАФАХРИМУТО. А, это когда, тогда, тогда, когда он представляет вот эти вот силы, да, которые заставляли его, предположим, пить больше вина, или там наслаждаться больше жизнью, да, он их, как бы, делает такую попытку, понять их, или представить их, как некоторые внешние силы, несвойственные ему, и которые не могут над ним, как бы, властвовать. В тот момент, когда он, да, делает такую попытку, то он как будто бы их, их освобождается от них, и привозит их, вот это ОТО, да, приводит их, да, как будто отличного от него, то есть не его самого. И дальше продолжает, и поэтому он как будто ведет себя, вот себя вот этого, себя другого, да, вот некоторые такое появляется, типа, я не знаю, расщепление личности, да, он приводит его к, коэль-муэд, да, И это, по-видимому, таково понимание, вот эта вот история про Назира из Дарома, который относится, соотносится со своим злым началом, да, который заставляет его влюбиться в свое собственное изображение, как к некоторой внешней причине, которая за рло, которая является неиманентно ему, которая является ему чуждой, да, и третья вещь, которую подчеркивает Ханан Парад, Шимон Ацадик, да, вот этот Шимон Ацадик, от имени которого приводится вся эта история в Талмуде, который обычно, он является противником Назарейства, он открывает в этих исключительном, вот истории, исключительном поступке, до этого Назарея из Дарома, он находит точное объяснение, выражение Ишки, Яфле, человек, когда, по-русски дается сказано, да, зарок Назарейства, а здесь Ифле, когда он как бы сделает что-то изрядно он исходящее, да, Ипле, Пеле, он сделает такое Пеле, что-то возьмет на себя вот этот обет Назарейства, не только в том смысле по-простому, как говорит Раши, Яфришит Ацмо, то есть удалит себя, удалит себя от наглаждения этого мира, Эла, Яфлебе, Маасад, Давар, Пеле, а то, что он в своих внесет смысл вот этого удивительности или исключительности, да, в своем этом подступке принятия на себя дополнительных усражений. это так, как объясняет это, говоря словами комментатора Ибн-Эзри, Киров Аулам Аухин Ахэр Эй Таватам, почему, потому что весь мир идет вслед за своими как бы наслаждениями и вслед как бы за кайфованием, грубо говоря, Таватам, да, А он сделал такое удивительное действие и он превозмог стремление, свойственное всем людям и всему другому человечеству для того, чтобы идти за своими желаниями. И вот это очень интересно понять, да, вот такое объяснение, которое мы понимаем, через Талмуд и дальше вот комментарии Раба Симхи из Двинска, да, по поводу вот этой очень странной фразы, то есть написано Ишки Яфле, человек, который сделает что-то из ряда Бонисходящее, да. Окей, теперь как бы заканчивая, я хотел сказать еще один момент, что вот вся вот эта вот тема наркесизма, да, как она представлена в этом рассказе про Назир Меадаром, да, еще раз подчеркиваю, очень интересно, что он смог, Назир Меадарома смог преодолеть вот это вот желание этого ЕЦАРА, когда он сделал некоторый, я бы сказал, психологический тренаж, да, и он представил вот это вот дурное побуждение желания, эгоцентризм, эгоизм, как нечто внешнее, как нечто несплонное, как нечто несвойственное человеку, его внутренней сущности, а искривляющее его путь, да, и тогда, как бы получается, что лекарство для этого тоже называется преша-ле-ша-а, а именно некоторое коротковременное устранение от благ этого мира, тем, что человек берет на себя запреты больше, чем запретила Тора для того, чтобы именно Яфли, для того, чтобы чудесным образом освободиться вот от такого, таких нехороших желаний, которые в нем могут появиться, и вот интересно, что то, чем заканчивается вся история про Вазариста, совершенно потрясающе, да, чем сказано в 20-м пуске совершит им священнослужитель проведение перед Господом святыня, это священнослужитель среди, ну, среди груди проведения и голения и воскрешения, он приносит вот этот вот капора, да, приносит жертвоприношение, которое искупляет, тем не менее, искупляет его вот это вот приша, то, что он брал на себя дополнительные вещи, а чем заканчивается? Заканчивается поразительно, а затем может пить на заре вино, сказано вахариштэн азирэда яйн, потрясающе, то есть Тора нам показывает, что это действительно это приша-ле-ша-а, что это не жизненный путь, это неправильно, как говорит Рамбам к Мариме Адома, да, по-видимому, имеется в виду христианские отшельники, которые выбирают образ жизни, это не образ жизни, а это некоторое, я говорю, да, психологический тренаж, это некоторая попытка-попытка, вот, превозможность, дурное желание, которое у тебя есть, а потом-потом возвращается пить вино, то есть в самом питье вина, ничего плохого нет, окей, ну вот, по-видимому, такой еврейский подход к тем слабостям, которые могут быть у человека, у любого человека, окей, ну вот это как бы на одной ноге то, что я вам хотел изложить, если у вас есть какие-то замечания сейчас, либо возникнут позже, мы с удовольствием можем вместе как бы разобраться, есть какие-то вопросы? окей, народ сегодня безмолвствует, поэтому, по-видимому, мы на это... Добрый вечер, Натан, добрый вечер, спасибо за интересные доклады, действительно, хорошо, у меня такое, у меня как бы сложилось вообще-то такое общее понимание, что назир, это все-таки связано с, ну как сказать, не с верой, а, ну, последованию Бога больше, что назир, это не только, ну вот, что он свои вот какие-то там, вот эти там, хочет что-то себе немножко улучшить, но он как бы этим приближается к Богу, по-вашему, как бы комментарии получается, что он, ну просто как бы тренингом занимается, правильно я понял, они, может быть... по-моему, да, потому что, смотри, получается как бы и да и нет, потому что, ну, как бы, если ты смотришь, зачем ты в конце говоришь, что возвращаешься пить вино, если ты изначально считаешь, да, если все изначально считаешь, что питье вина, это изначально плохо, это удаляет от Всевышнего, удаляет цели, зачем обратно-то его возвращать, понимаешь? Почему все-таки Тора говорит об этом? Если Тора все-таки говорит об этом, я думаю, что это все-таки цель как-то приблизиться к Богу, а не как-то изменить, вот только там не пить и стать как бы лучше, или все-таки это как-то связано? Потому что... Смотри, ну как бы немножко в другую сторону, смотри, тема вот вина, тема искривления, тема вот этого, как бы то, что ухода от некоторого среднего пути, да, вот это, если ты помнишь, если мы помним, история про двух сыновей Аарона, да, Надава Абиву, там же тоже тема такая была, да, что вот как бы они были поражены, тоже не очень понятно, они слишком приблизились к Всевышнему, они сделали какую-то отсебятину, но опять же, опять же, эта история кончается тем, что там сказано, что нельзя пить вино при священнослужительстве, да, и это тоже какой-то намек, что-то связано с вином, поэтому я бы сказал так, эти вещи амбивалентны, но мне очень нравится вот этот вот, как бы действительно, ну ты правильно сказал, мне тоже такая, что это некий психологический тренаж, да, и это не уход из жизни, это называется приша лэша а, это некоторый отход на короткое время, ша, дословно на час, для того, чтобы вернуться на нормальную дорогу, очень может быть, очень может быть, что, как бы, я не знаю, я не знаю, я не знаю, как по-настоящему людей отучают, не дай бог, от алкоголизма, либо вообще пристрастия к вину, почему может быть, что-то так, но вот сам этот подход, сам подход, что вот это вот желание, оно представляется в виде вот этого ецерара внешнего, который человек видит в каком-то смысле, вот в виде этого пузыря, да, в отражении, которое является не настоящим, а которое является чем-то подсунутым, это является каким-то искусом, можно сказать так, которое надо побороть тем, что человек говорит, это не мое, это навязано мне, и поэтому я привожу, написано, мы ви о то, приводит его, то есть, опять некоторые, такая потрясающая стерлистическая картина, человек приводит его, кого его, но опять можно понять, либо он приводит этого ецерара, либо он приводит его самого, который уже очищен, вот некоторое такое раздвоение, то есть, по-моему, на короткий момент, человеку говорят, разделись, посмотри на себя такого, на себя такого, и постарайся выкинуть, исправить вот этого, и приведи, отдельно приведи его, а после этого возвращайся пить вино, когда ты один уже целиковый, настоящий, вот мне кажется, как-то так, но картина сложная, и как бы визуально она представляется сложной, ну, окей, очень интересно, очень интересно, что можно объединить обе точки зрения, вот то, чего вы начали, и то, что сказал, я думаю, товарищ, который это сказал, мне кажется, совершенно прав, то есть, поскольку Назир, он посвящает себя Всевышним, да, то есть, посвящение, это и как Курбан, то есть, это приближение к Всевышним, в этом может быть его, допустим, не только из-за вина и все, у него может быть какая-то гордость, да, что вот он слишком много хочет, он хочет приблизиться сильно к Всевышнему, у него какие-то мысли такие, что вот он хочет его тогда, для того, чтобы эти мысли были чистыми, не как бы были слишком экзальтированными, ему запрещается пить вино, да, потому что вино, как мы знаем, те, значит, сыновья Аарона, которые принесли, то есть, когда принесли, то есть, это Эш-Зара, да, когда у них было, да, то есть, там говорится, что нельзя пить вино, когда входишь в Святесник, это тоже, как бы, может быть, похоже к этой ситуации, то есть, когда он приближается к Всевышним, он в каком-то положении таком, как бы, который приносит жертву или хочет познать Всевышнего ближе, вот, и одновременно это может быть, как бы и гордость, это занощивость, то есть, он хочет больше, чем другие, у него есть необходимость больше приблизиться, чем другие, тогда ему запрещается пить вино, так же, как тому, кто входит в кодыш Кадашин, вот, и получается, что это и гордость, с одной стороны, а с другой стороны, это какой-то грех, но грех такой, когда он слишком много хочет, пока он не успокоится, пока он не, значит, придет в себя и остынет с этими своими, так сказать, запросами какими-то, слишком большими, а потом он становится уже просто, значит, он, у него проходит это, как бы, это состояние. Да, мне тоже так кажется, мне кажется, что еще это, мне сейчас, мне показалось, еще раз подчеркиваю, самое начало, по-русски написано, посвятит, но на иврите не стоит слово, что у Микадеша этот смо сказано, «Видаберашемальмушелемор, даберегне Исаэль, ваамартереем, иш ойша, ки, яфле линдоль». Да? Линдоль, слуха, человек, который ифле, человек, который поступит каким-то странным, чудесным, скажите, каким-то удивительным образом, да, и он дает, это воспринимается как некоторый удивительный акт, но мне кажется, что это похоже на то, когда человек дает недр, вы помните, вот Порошат Недарин, когда человек, очень странно я видишь, человек своими собственными устами, человеческими, вдруг говорит, я даю недр, ну и казалось бы, какое, в кавычках, да, какое дело Всевышнему, что может сказать человек? Ну сказал я, я не пойду туда, я сделаю это, человек дал какой-то недр, ну Тора тут же говорит, а, дал недр, то есть как будто ты себя по шкале, ты хочешь себя поднять, окей, тогда тебе запрещено оттуда спускаться, тогда все, что ты сказал, ты обязан делать, и дальше очень сражающая как бы разблюдовка, каким образом человек вообще может уклониться от того, чтобы это не делать, и пятое и десятое, в принципе, должен соблюдать, то есть как бы такая же вещь, тебя никто не просил, но если ты сделал, если ты влез на эту ступеньку, имей в виду, что спускаться надо очень аккуратно, и вообще, если это можно, но это на короткое время, окей, вот мне кажется, это тоже как-то связано, да, это совпадает, то есть, это может быть гордость от того, что он слишком хочет приблизиться к Всевышнему, может быть, у него ослабла вера, и он хочет, так сказать, как-то исправиться, вот он дает недр, чтобы, так сказать, вернуться к вере, у него какие-то езарат всякие, все, его мучают, и он решил вот дать недр, приблизиться к Всевышнему, таким образом исправиться, да, это может быть так вот, Да, во всяком случае мы видим, как мне кажется, я не специалист, надо Диму Давида Капелёвича спросить про эти мигроши, мифы, перечисления и так дальше. Он нам очень интересно это объясняет. Во всяком случае, мне кажется, здесь видно, что это красивая разница между греческой мифологией, которая очень красивая, которая визуально, туда есть картинка, я мог бы показать из книги, как нарцисс смотрит известная картина Караваджо, можете посмотреть. Но никакой моральной основы нету, есть некоторая визуальная красота. И мы видим, как в Талмуде из этого выводится совершенно потрясающая история о некотором внешней силе, которая, владевая человеком, заставляет его вот так вот смотреть на себя, и которую он должен как бы вынуть из себя и привести отдельно во Эль-Муэд, освободиться от него. То есть совершенно по-другому рассматривать вся эта история, хотя как бы рамка, она достаточно похожа, история про нарцисса, Назир Минадаров. Окей, хорошо, мы раскрыли какие-то векторы вот такого понимания, очень как-то сложной для понимания неоднозначности этой истории. Опять же, подчеркиваю, насколько важно, как бы, ну, на каком-то уровне хотя бы знание иврита, потому что русский перевод здесь ничего не... Он скрывает все те потрясающие, хотите сказать, подводные камни или как бы точки, в которые можно схватиться, чтобы как-то объяснить, которые тут же бросаются в глаза, когда читаешь эту иврит. Призываю всех учителей, окей? Те, кто этим ничего не занялся. Ну, хорошо, господа, закончим на это. Были очень рады с вами пообщаться, да? И замечательный доктор Линец, и я тоже. Нет, Натан, ты сегодня вообще. Ура! Это не я, а нам пора. Окей, я только пересказал. Да, по-моему, очень интересная история. Очень интересно. Всем спасибо за участие. Пожалуйста, пишите в телеграме, в письмах, как угодно. Будем дальше продолжать общаться. Всем всего самого замечательного. Конец всем войнам и ужасной войне на Украине. И праздник одарования Туры. Все, на следующей неделе у нас, то есть будет уже после праздника. Все. Хагматан Тура. Всем счастливо и до свидания. Хакши вот саме. Хакши вот саме. Всем счастливо, пока. Пока.